Половина лекарств, которые продают через интернет, поддельные. Такие данные обнародовала Всемирная организация здравоохранения. Попадается фальсификат и в аптеках. Как отличить настоящее лекарство от липовых, выясняла Ольга Гуско. Ну это ужасно пахнет, вы можете понюхать сами. Лекарства для мамы, у которой почечная недостаточность, Марина покупает уже третий год подряд. Но на этот раз заподозрила подделку. Каждая таблетка имеет очень специфический, очень яркий запах, очень неприятный и его очень хорошо слышно. Тот, который пили три года, никогда ничем не пах. Признается, покупала препарат в интернет-магазине. В аптеке этих лекарств не найти. Сертификат продавцы не предоставили, а на жалобу Марины ответили. Кто-то подменил товар при пересылке. В сети половина медикаментов фальсификат. Таковы данные ВОЗ, утверждают специалисты. Во время проверок попадаются липовые таблетки и в аптеках. Державная служба в какой-то области выявила, что такая-то серия препаратов неакисная. Серия препаратов – это может быть 10 тысяч упаковок. Она зупиняет обе этого препарата. Может, 200 упаковок, может, тысячу упаковок. А всю иншую частку этой серии уже споживачи съели. Чаще всего подделывают разрекламированные препараты, которые продаются без рецепта. Стоимостью около 100 гривен. Например, средства от простуды или для улучшения пищеварения. Это такие популярные препараты, которые больше споживают наши люди. Но если возникли подозрения, фальшивку можно легко распознать. Все препараты внесены в реестр. По серийному номеру можно определить, настоящие ли таблетки. Ольга Гуско, Дмитрий Данченко, Телеканал Донбасс.